Село Алтайское морозное утро. Местные жители даже не подозревают, какие страсти кипят в администрации района, где должны избрать нового главу муниципалитета. Четыре претендента на кресло – глава местного сельсовета Владимир Денисов, замглавы района по образованию Константин Косых, первый замглавы Виктор Трышкин и пока действующий глава Сергей Черепанов. Комиссия решала вопрос полтора часа, после чего большинство отправило действующего главу в нокаут. Не допустили к участию в выборах. Ну, мотивировку сказали, сейчас подготовят, резолюцию, по каким основаниям не допустили. Я считаю, что это все игры департамента внутреннего полиции Алтайского края. Противостояние местных и краевых властей началось после сентябрьских выборов райсобрания. Тогда кресло председателя заняла не Ольга Воронкова, которая ранее возглавляла его, а Татьяна Баур. А краевое правительство и партия власти согласовали именно Воронкову. Другими словами, и местные депутаты, и глава Сергей Черепанов проявили непокорность. Председатель выборной комиссии Николай Губерт отказался называть журналистом причины отказа Черепанову в выборах на пост главы. Сейчас вы можете сказать, что недопуск Черепанова, это оценка его работы на пост главы? Нет, я так не могу сказать. Сессия по назначению нового главы района закончилась. Не успев начаться, половина депутатов выразили свое фиг недопуску действующего главы. Я бы хотел услышать мнение комиссии, если это мнение геннектизма, то хотел бы поставить вопрос на голосование о досмотрении и дать право Черепанова обратиться в суд для того, чтобы восстановить свои права. Я предлагаю, если не начинать сессию, а ее перенести до уяснения обстоятельств, кто поддерживает это предложение, прошу, покинуть сессию. Представители департамента внутренней политики края призвали председателя в соответствии с регламентом провести сессию. Но получили отказ, оставшиеся в зале попытались заполнить тишину. Шесть шариков на елке. Желающие могут спуститься в кабинет и поучаствовать в приобретении подарков для этих детей или взрослых. После сессии мы увидели документ с причиной отказа. В связи с имеющейся в распоряжении администрации губернатора и правительства Алтайского края информацией по результатам проведения проверочных мероприятий в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей закона о государственной тайне, кандидатура Черепанова Сергея Васильевича не допускается для участия во втором туре конкурса. По нашим источникам комиссия обсуждала, что якобы у Черепанова в будущем могут возникнуть проблемы с получением допуска гостайния. Глава намерен обжаловать решение в суде, а пока в администрации района продолжаются бурные разбирательства, обычные жители хотят одного – чтобы их Алтайский район продолжал развиваться. Вот, видите, хороший парк у нас тут, гулять хорошо, тренажеры. Вот я сейчас пришла, буду заниматься на тренажерах. Вообще Алтайск процветает, я бы сказала, потому что у нас ее облагоустраивают. Площадку детскую сделали, вообще дороги делают, газ проводят. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.